Всем привет! Добрый день! С вами Ольга Чекменева, инструктор по йоге. И мы сегодня с вами поговорим о помощи, подготовке боксеров к соревнованиям и всех техник йоги, которые в этом участвуют. В первую очередь, чтобы подготовить тело к тренировке, нужно его разогреть, растянуть. И в этом помогает йога чем? Это растяжка и дыхание, да? Телу важно растянуться, разогреться и продышаться. Для этого мы применяем что? Первым делом, мы применяем такие вот два шарика, очень знакомые, наверное, многим, с собачками, да? Мы их кладем на поверхность головы и, конечно, сначала пробуждаем всю нервную систему. Потому что, как говорит йога, это в переводе с санскрита союз. Союз тела, чувств, мыслей и естественно нервной системы. Вот такими движениями мы пробуждаем всю поверхность головы вместе с ней и все центры интеллекта. Это интуиция, волю, внимание и нашу силу вдохновения. Ольга, а вот если у нас нет этих шариков под рукой, мы все-таки в зал бокса приходим, нам что делать? Пальцами, можно сказать, какой-то есть массаж специальный? Это пальчики, да? Вот такими вот постукиваниями, да? Мы активизируем сосуды головного мозга. Можно подойти еще поближе, да? Вот такими расслабленными, расслабленными, хлесткими движениями. Мы чувствуем прилив ментола, да? Такое пробуждение очень приятное, которое, что раскрывает не только физическое тело, но и эфирное, и ментальное, на которое мы, в принципе-то, и уворачиваемся от движения ударов соперника. Понятно? Вот так, вот так. Можно друг другу, можно самому себе. Расслабленные пальцы, расслабленные кисти, вот расслабленные стучат кончиками пальцев по голове. Не ногтями? Нет, не ногтями. Подушечками пальцев. Вот расслабленные подушечки. Ну, у мужчин нет таких маникюров. У женщин тоже. Не важно, какие ногти, пробуждение идет. Потом разминаем уши обязательно, да? Что такое уши, да? Вся китайская медицина особый акцент уделяет на уши. Почему? Потому что это человеческий, вообще-то, как зародыш, да? Головой вниз, тут весь позвоночник, тут нижние конечности. И вот от мягкости, мягкости и теплоты ушей зависит, и опять же, подвижность их всего тела. Вот мы разминаем перед спарингом просто уши, движениями такими грубыми. Да, просто. Прямо к ладошке ставим, да, да, правильно. Круговые движения назад, раз 10, и вперед. Да? Потом тянем ушки вниз. Тянем замочки. Мочки, да. Потом в стороны. И вверх. Потом здесь есть такие козелки, которые активизируют внутренний огонь тела, да? Наш Дантянь. Вот так вот указательные пальчики, мочки в уши, большими зажимаем, именно этот козелок, вот хрящик, и вращаем, как будто включаем внутренний вечный двигатель внутри нас, который все время будет кипеть и двигать наше тело изнутри. Угу. Понятно, да? Вот эту ножку. Вот эту вот, да, вот эту вещь. Все понятно. Зажимаем его вот так вот, оп, и вращаем. И вращаем, да. Не, ну это все как физиологические процессы, да, описывает? Это же там немножко мифически звучит, огонь тела пробудит и все остальное. Конечно. Это чтобы чувствительность свою повысить. Вообще, ну как сразу принят кровоток в голове, четкость внимания, слуха и действительно прогрев дает подвижности верхних центров. Уже чувствуешь, что теплее, как-то чувствительнее голова, да, и шея. Угу. А следующий идем ниже. Куда ниже идем? Конечно, к шее. Шейный отдел требует столько же внимания, сколько весь позвоночник. Шейный отдел позвоночника, уже знаем, да, Павел? Тем более у нас все удары, как раз вот шея. Тем более, да, все направлено в боксе, именно на голову, естественно, голова держится на шее, не сразу на плечах. И нужно, в первую очередь, растянуть. Все нужно пластилиновый кусок, чтобы он стал пластичным, нужно его разогреть, а потом растянуть, а потом уже придать любую форму он сможет, да. Естественно, для этого кладем ладони в замке, ну а задоночный бокс поближе к теме, да. И наклоняем вперед, держим. Ну, в этом положении не все могут расслабить плечи, да, а у всех в основном схованное состояние. Чтобы мы расслабили, мы делаем амортизационные движения ногами. Что у нас ноги? Это амортизация для всего тела, то есть для всего позвоночника. Не сгибая спину, оставляя ее прямой, мы просто пружинившими движениями придаем такие мягкие-мягкие растягивающие позывы, конечно, да, чувствуете, да, для шеи вынадил и для расслабления вот плечевой зон, да, мышцы плечевой. Сразу чувствуем, да, мягче. Пошел-пошел поток и дышим спокойно. Вдох, выдох, копчик вниз, поясничка прямая, шея постепенно растягиваясь, опуская голову, подбородка на грудину. На грудину. В этом положении, значит, мы достигли результата. Хорошо. Опускаем руки, голову сразу не поднимая и вращая плечевыми суставами, мягкой, как лебедкой, упрямляем шею, поднимая голову. Только так. Не сразу. А если сразу? Мышцы, мышцы растянулись и чтобы они опять приняли свою упрогость, если нужно, мы растянули резинку и отпускаем, Ну, она немножко поднимая. Ну нет, мы из растяжки всегда плавно выходим. Да. Коза шеи, шея. Ну, не просто поднимая, а мы почувствуем, как она у нас вытянулась. Вот. Хорошо. И следующий, очень интересный развод. А на лобной ведь не надо растягивать в обратную сторону? На лобной тоже. Надо будет. Чем? Что мы делаем обычно? Руки заводим. Вдох. Давим затылком на лобушке, выдох. Через стороны. Вдох. Под подбородок, выдох. Чувствуем, да? Уже передняя часть. И вдох. Лоб, выдох. Опять работают, да? Мышцы. И вдох. И опять подбородочек, выдох. И получается так. То затылком, выдох. Вдох. Через стороны. На кулачке выдох. То есть, вдель растяжки, когда мы накладываем на лоб, потянем назад. Да, да, да. Не используется. Это. Или это, как там, негативная нагрузка идет? Ну да. Немножко надо все последовательно делать. И вот после растяжения, мы немножко укрепляем. Как бы то, что растянули, мы закрепляем результат. И потом идем дальше. На плечевой. А вот это не будет аналогично? Мы уже в боксе упражнения делаем. Например, надавливаем назад. Как раз растаскиваем. Вот эти вот все. На мультинах. В принципе, это одно и то же. Это одно и то же. Одно и то же. Но здесь еще делается акцент на дыхание. Все вместе с дыханием. В принципе, в боксе это уже делается. Но здесь еще глубже понимание. Что все единое. Что все более амортизационное надо делать вместе с дыханием. А я слышал такую идею, что дыхание как раз таки должно быть не под какой-то ритм конкретный. Да, просто свободное. Что бы мы ни делали, одно и то же ровное дыхание. Ну, какое свободное? А оно должно быть. Ну, как ребенок, он же там не дышит специально. Правильно. Он там животом дышит. Ну, примерно. От него есть дыхание. И здесь тоже дыхание не такое. На каждое движение выдох. А просто качаем и дышим. Ага. Да, дыхание более протяжное, на полное и более такое мягкое. Все-таки через рот желательно, да. За звук такой носоглоткой, чтобы опять животик еще выше потянулся. Получается всегда пресс в тонусе. А стена при этом округляется? Да, да. Немножко округляется все-таки, да, чуть-чуть округляется. Потому что поясничный отдел вытягиваясь, расширяется. И на выдохе все снизу вверх подтягивается. И что вот у нас этот вот отдел был подвижный, в боксе все-таки. Верхний отдел. Мы еще воспользуемся вот такой вот палочкой, да. И что мы сделаем? Ну, мы расправим немножко плечевые суставы. Тоже опять ножик амортизирует весь позвоночник. И вытягиваем палочку перед собой. Мы разворачиваем полностью, да. Вдох. Выдох. Опять же подтягиваем ручную область, да. Все-таки в ритме всегда вот работаю дыхание и движение, чтобы все сгармонизировать и активизировать гармонично. И вот так вот. Вдох. И выдох. И вдох. И выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Чувствуем лопаточки. Потом опускаем вниз и вверх поднимаем. Выдох. Спина в этом случае прямая. Вдох. И выдох. Прям чувствуем полный разворот плечевых суставов. Вдох. И выдох. Ножки всегда полусогнутые, да. Всегда спинка прямая, поясничка вытянутая. Вот эти вот движения очень хорошо раскрывают плечевой пояс. Шейно-воротниковую зону согреваем. Одну сторону и в другую. Вдох. Выдох. Вверх. Вниз. И вдох. И выдох. И вдох. И выдох. В общем, вот такие вот упражнения нехитрые. И заводя за спину. Мы тоже поднимаем, что мы проверяем длительность позвоночника, да. Вверх. Вдох. И назад. Выдох. Уже все дальше. Раскрываем плечевые суставы. Раскрываем. По сути они у нас кружатся. Они у нас круглые, да. Как шарниры. И у нас рука полностью должна вращаться. Одно еще из упражнений, которое скрывает эту полную свободу на все 360 градусов. Это разворот рук. Ну как? С палочки тоже. Начало не сразу. Вдох. Выдох. Постепенно вдох. Аккуратненько выдох за спину. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. А потом полный круг вращения уже раскрывает. Не хитро. Но чувствуем, что у нас раскрылась полная свобода движения. Именно благодаря вот этой твердой основе. Ну все. Но вот чтобы разогреть и активизировать эту подвижность, конечно, будет приятно сначала все-таки разогреть тело и растянуть. В общем, вот так. Вдох. 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 Вдох.